МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красной площади Крачево-Черкесию посетили участники автопробега. Чтобы предотвратить автоаварии, инспекторы совместно с юными помощниками еще раз напомнили водителям о правилах при перевозке юных пассажиров. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Крачево-Черкесия. Сегодня день возрождения балкарского народа. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей и главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с днем, который символизирует торжество справедливости и правды. Балкарцы, несмотря на тяготы и испытания, в годы депортации сумели, сохранив свою культуру, стать неотъемлемой частью многонационального народа России. Достойно и честно трудясь, они вносят весомый вклад в развитие родной республики и всей страны, при этом не теряют свои колориты и самобытность. В нашей республике, откуда были депортированы карачаевцы, близки радость этого дня и скорбь о тех, кто не перенес дороги или остался на чужбине. Хочется пожелать всем жителям братской нам Кабардино-Балкарии благополучия во всем, пусть на вашей прекрасной и гостеприимной земле всегда процветают дружба, мир и согласие. Глава республики Рашид Тимрезов и исполняющий обязанности руководителя ОФНС России по Крачево-Черкесии Расул Тикеев в ходе рабочей встречи обсудили итоги работы ведомства в 2022 году и обозначили ряд приоритетных направлений совместной деятельности. По результатам работы прошлого года налоговые органы республики показали положительную динамику, объем поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет увеличился на 12%. Рашид Тимрезов отметил, что важно сохранить наметившуюся тенденцию, в том числе за счет снижения задолженности по налогам и сборам в республиканские и местные бюджеты. Еще одна тема встречи – дальнейшая цифровизация ФНС, внедрение новых цифровых сервисов. Около 93% запросов налогоплательщиков от общего количества приходится на запросы, поступившие в электронном виде. Наблюдается тенденция роста оказания госуслуг в электронном виде. Активно увеличивается количество лиц, подключенных к интернет-сервису. Личный кабинет налогоплательщика, внедрение электронных сервисов, облегчают уплату налога физическим и юридическим лицам, продолжают оставаться значимым вкладом в развитие экономики региона, стимулирование предпринимательской инициативы. Отгрузка зерновых и масляничьих культур в Карачао-Черкесии продолжается. Для того, чтобы вывозимый товар не вызвал замечаний, его проверяют специалисты Россельхознадзора. Как оценивают качество кукурузы и какое количество планируют отправить, и куда узнавала Альбина Ламкова. Польза кукурузы в ее богатом витаминном составе к ней всегда относились уважительно. Прежде всего, из нее делают муку, крахмал и крупу. А вот какого качества она будет, определяют по трем основным показателям. Это вкус, цвет и запах. Более подробный анализ зерна делают в лаборатории при помощи специальных приборов. А что это за интересный такой прибор? Это щуп для отбора образцов зерна из глубины кучки. Для определения качества зерна из партии берут небольшую часть для исследования и анализа. Отбор образцов производят строго по ГОСТу. Пробы со склада хранения кукурузы берут точечно. На площадках при высоте насыпи до полутора метра берут горстку зерна в пяти точках. Засыпают в пакеты и запечатывают. Проба будет направлена в лабораторию для экспертизы карантинно-фитосанитарного состояния продукции. После проведения экспертизы на эту продукцию будет выдано заключение о карантинно-фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора контролирует отгрузку свежих овощей, зерна, пшеницы и кукурузы из Карачаева Черкесии. После того, как установят соответствие продукции фитосанитарным требованиям, в лаборатории оформляют карантинный сертификат. Количество заявленного зерна на отгрузку составило 1200 тонн. Ее направят в Астраханскую область. Урожай кукурузы в этом году собрали более 400 тысяч тонн. Это хороший показатель. С января этого года, с начала года, с республики было отгружено около 18 тысяч тонн зерна. Также были отгружены 4000 тонн зерна пшеницы и около 3000 тонн свежих овощей. По предыдущим отгрузкам, нареканий со стороны Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории не было. И, скорее всего, оценка качества нынешней пробы кукурузы будет положительной. Так как в данном амбаре соблюдена технология хранения зерна. В помещении учтены влажность продукции и окружающие среды, температура массы и температура в хранилище. А самое главное – доступ воздуха. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Корчаево-Черкесия. В Урупском районе открылся первый в республике центр общения старшего поколения. Базой для центра стало здание клиентской службы социального фонда России по Корчаево-Черкесии. Торжественная церемония открытия прошла в станице Прегратной. Подробности Оли Баташева. Красная лента перерезана, центр досуга открыт. Кроме множества высоких гостей, радость торжества подчеркивал музыкальный подарок от группы «Иволга». Несколько компьютеров, подключенных к интернету, библиотека, шахматы, уголок здоровья, где можно померить давление при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Все это для того, чтобы каждый посетитель мог украсить свой досуг и пообщаться со сверстниками, говорили собравшиеся. По Российской Федерации социальный фонд открыл на сегодняшний день около 100 таких центров в 73 регионах. И мы вот сегодня 74 регион, которые тоже вступили в эту программу. В любом обществе забота о старшем поколении – это должно быть свято. Поэтому я, во-первых, поздравляю с открытием, во-вторых, огромное спасибо вам пожилым людям. Я желаю крепкого здоровья, позитива. Каждый позитив, он определяет на несколько лет жизни, поэтому, чтобы этот центр приносил вам радость. В центре досуга планируют организовать шахматный клуб, проводить различные конкурсы и мастер-классы по рукоделю, декоративно-прикладному творчеству и кулинарии. Лекции по финансовой и пенсионной грамотности, юридические консультации. Приглашать интересных гостей. Пенсионер Людмила Стригина считает, что открытие центра для людей старшего поколения – это возможности развиваться и делать жизнь более интересной. От имени людей серебряного возраста хочу сказать, что идея открытия дома для взрослого населения в Урубинском районе – сама по себе идея хороша и нужна. Но не только же мы на огородах живем. Нам хочется встречаться, общаться, вспоминать. Ну а без компьютеров сегодня жизнь просто невозможна. Мы идем в ногу со временем. Сюда будут люди приходить. Будут немножко и отдыхать. И выпустят пар, расскажут о своих этих. И мы, естественно, будем сообща, решать, помогать друг другу и людям. Первые посетители центра с удовольствием пообщались с серебряными волонтерами, прибывшими из республиканской столицы. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачева, Черкесия. Урубский район. А в Прикубанском районе торжественно открыли год педагога и наставника. В Доме культуры поселка Кавказский собрались представители одной из самых важных, гуманных и востребованных профессий человечества, чтобы дать старт году педагога и наставника, объявленного указом президента России. С мероприятия репортаж Альбина Куроченовой-Кенжевой. Красочно украшенный зал едва вместил всех желающих принять участие в празднике, посвященном педагогам. На мероприятие собрались руководства района, представители парламента и именобразования республики, депутаты и главы сельских поселений, ветераны педагогического труда и педагоги общего, дополнительного и дошкольного образования. Открыл праздничную программу «Гимн страны и республики» в исполнении школьников поселка Кавказский. Исполняющий обязанности главы администрации Прикубанского района Ахмат Семенов выразил благодарность всем работникам образования, а также педагогическим династиям, стаж которых в общем составляет более ста лет. Отдельное внимание было уделено молодым специалистам. Всегда надо помнить, что учитель – это человек с большим и добрым сердцем, который заражает своим умением и любовью к знаниям. В первую очередь необходимо совершенствовать повсеместно, создать достойные условия труда для всех работников образования и, конечно, повышать статус педагога общества. Год педагога-наставника вступил в свои права. В Минобре уверены, что впереди интересные события, которые покажут всю важность людей, чья миссия – просвещать и воспитывать новые поколения. Год педагога-наставника – это признание значимости профессии учителя, его важности для формирования будущих поколений нашей страны. Каждый выдающийся ученый, спортсмен, спасатель, писатель, строитель когда-то сидел за школьной партой, отвечал у доски. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большому. Много добрых слов прозвучало в этот день в адрес наставников, ветеранов педагогического труда, долгие годы работающих в Прикубанском районе. Лючана Старожакова – директор школы в Майском. 30 лет трудится в педагогической деятельности и ни дня не пожалела о выбранной профессии. Считает это делом всей жизни. Молодым специалистам я желаю гореть в этой профессии, я желаю энтузиазма, я желаю огромного терпения и, конечно же, любви к детям. И любви к профессии, которую выбрали, чтобы эта профессия была один раз и на всю жизнь. А что пожелаете своим подопечным ученикам? Ученикам я пожелаю, чтобы они были умными, чтобы они были усердными, чтобы они любили своих педагогов и чтобы знания, которые получили в школе, пригодились им на всю оставшуюся жизнь. Завершилось мероприятие красочным концертом. Альбина Курочинова-Кенджева, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Карачаево-Черкесию посетили участники автопробега «Наша Великая Родина». Ранние этапы этой патриотической акции прошли в нескольких, в том числе новых регионах России. С участниками автопробега встретился Артур Мхц. Эта патриотическая акция, посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 17 марта в Мелитополе Запорожской области. Ногайский район стал первой остановкой участников автопробега «Наша Великая Родина». А перед этим они побывали в Херсонской области, Крыму, Севастополе, постили Краснодарский край и Ставрополье. Далее маршрут автопробега был проложен через региональную столицу. В Парке Победы участников акции встречали воспитанники патриотических организаций республики, представители органов власти, политических и общественных объединений. «Я считаю, такие акции важны, потому что мы сохраняем память о подвигах наших дедов и прадедов. И такими акциями мы чтим их память». Среди приехавших в этот день в Карачао-Черкесию были жители новых российских регионов. По мнению ребят, таким автопробегом они как бы напоминают остальным гражданам страны о необходимости помнить страницы истории своей Родины, гордиться её прошлым. «Очень сильно нужно, чтобы люди не забывали о нашей истории, о нашей Великой Родине». «А где уже успели побывать?» «Мы уже объездили весь Крым. И на пути сюда были в Краснодаре, в разных городах. Приехали в Черкесск». Организаторы акции рассказали о том, для чего был необходим этот автопробег. Поделились впечатлениями от встреч с жителями регионов. «Везде, в каждом городе мы разворачиваем масштабную копию Знамени Победы. Ту копию Знамени Победы, которую мы планируем в этом году вынести в голове колонны бессмертного полка на Красную площадь в Москве 9 мая. Были в Крыму, были в Севастополе, Краснодарский край, Республика Абхазия». По окончании торжественной части мероприятия участники акции развернули 200-метровую копию Знамени Победы. Таким образом, как бы передавая эстафету от героического прошлого к не менее важным событиям настоящего и будущего. Артур Макцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Автоинспекторы Карачаева-Черкесии провели в региональной столице профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое». По статистике, за первые два месяца текущего года на дорогах республики зарегистрировано 4 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых один ребенок погиб. Еще пятеро получили травмы. Автоинспекторы совместно с юными помощниками ГИБДД из 11-й городской школы и молодежкой Народного фронта напомнили водителям о необходимости соблюдать требования безопасной перевозки юных пассажиров. Наша первоочередная задача – это донести до родителей, до водителей и в целом до общества, что детей необходимо перевозить в салоне автомобиля обязательно в детских удерживающих устройствах, либо, если это идет речь о более взрослом возрасте, то пристегивать ремнями безопасности. А сейчас время рубрики. Гость программы, руководитель общественного движения Адыгихаса и Черкесский парламент Али Асланов в беседе с нашим корреспондентом. Фатима Идаурова рассказала об итогах официального визита представителя Международной Черкесской ассоциации в Турцию, где компактно проживает адыгская диаспора. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Здравствуйте, Али Фладович. Трагические события, которые произошли в Сирии, в Турции, связанные с природным катаклизмом, взволновали весь мир. К сожалению, среди погибших оказались представители абазино-адыгской диаспоры, которые там проживают. В числе первых, кто откликнулся на зов помощи, оказалась и Международная Черкесская ассоциация. Расскажите, как это было? Как только 6 февраля мы услышали, что произошло страшное землетрясение, конечно, реакция была мгновенная. Мы начали звонить своим братьям, которых мы знаем, с которым мы и по Международной Черкесской ассоциации сотрудничаем. И, я думаю, любой нормальный человек отреагировал так же. И что радует, что люди у нас действительно очень хорошие, готовы прийти на помощь. Начали, значит, люди собирать деньги. Международная Черкесская ассоциация сразу открыла специализированный счет в банке, в Нальчике, на который мы все решили отправлять денежные средства на этот счет пострадавшим от землетрясения. В начале марта вы с делегацией Международной Черкесской ассоциации посетили зону землетрясения, увидели черкесские аулы. Как прошел визит? Расскажите, пожалуйста, об этом. Недавно на днях мы решили, что должны поехать туда и посмотреть, как это вообще все выглядит. И делегация в составе президента Международной Черкесской ассоциации Хаути Сахрокова и с Адыгеей, членом исполкома МЧА, и вашего коллеги, журналиста, учитель Сусаны. Мы втроем полетели в Стамбул, нас там встречали руководство Кафеда. Кафед – это организация, в которую входит более 60 АДГХАС со всей Турции. И нас там встречал президент Кафеда Шоджен Умит, и еще очень известный в черкесском мире Уш-Хадуан своими фольклорными песнями. И он тоже был много лет в исполкоме МЧА. Мы в этот вечер встречались, общались. На утро полетели в Кахраман-Мараш, там, где, можно сказать, эпицентр землетрясения. В аэропорту нас тоже встретили в Мараше представители, председатели АДГХАС. И оттуда мы поехали в офис АДГХАСа в Кахраман-Мараш. Я и до этого там был, видел этот город, там больше миллиона населения. На вид, конечно, очень страшное явление, когда едешь по этому бывшему красивому городу, который весь в руинах, все дома разрушены. И даже те, которые вроде издалека как бы устояли, но они опечатаны, заходить туда нельзя, так как где-то что-то треснуло, все равно, или внутри обвалилось. И все это будут сносить и возводить заново. Мы уже видели, что за месяц, конечно, много работы там проделано, много что расчистили, много техники. И мы приехали в АДГХАСу, офис АДГХАСа на сегодняшний день. Значит, его используют под то, что там собрали гуманитарную помощь, еду, одежду и так далее. И очень много людей там собрались, мы со всеми общались. Дальше поехали в район Гёг-Сун, там, где живут больше компактно наши соотечественники. И 32 черкесских аула, 2 абазинских и 2 чеченских аула. Как нам объяснили, мы проехали практически все аулы, в 6 населенных пунктах останавливались. Там, вот, в населенных пунктах в каждом, я так понял, есть места, где раздают еду, где вот люди больше собираются. Там стоит техника, они друг другу помогают. И в каждый двор государство им палатки выделило. В палатках стоит печь, куржуйка, отопление вот такое. И люди и боятся заходить в свои дома. И в то же время, ну, и опасно, и у некоторых вообще полностью рассыпалось. Они такие старенькие, дома из Семана, и вот они не выдержали. И просто картина, конечно, очень такая удручающая. Мы общались со всеми, останавливались, разговаривали. Им было, конечно, очень приятно за то, что за наш визит очень хорошие, теплые слова. Мы там им высказали слова поддержки, что мы все, и весь мир, и все черкесы тоже, конечно, опять объединились, помогают, собирают деньги. И Международная Черкесская Ассоциация все, что соберет, передаст руководству Кафеда. Как люди держатся, какой у них настрой, вот после случившегося? Мы, когда с Мараша поехали в район Гюксун, по-черкески Джеляхстане называют. Все названия населенных пунктов, ну, на турецком и на черкесском, так как, когда они были на родине, вот где они жили, эти все названия перенесли туда. И мы в Гюксуне встречались с мэром, с главой района. Очень теплая встреча прошла, на которой, значит, они говорили, что мы с братьями-черкесами создавали эту страну, мы братья любим их и все делаем совместно для того, чтобы облегчить это все. И видно, что народ очень сильно как бы объединился, вот эта беда сплотила их всех. Наш приезд, ну, очень тепло восприняли наши соотечественники. Они очень сильно обрадовались, действительно. Мы там успели и на похороны где-то зайти, и позаболезновать, и очень много людей. И всем было очень приятно. Когда едешь по вот этим населенным пунктам, оно напоминает и наш Кавказ, и горы. Как-то похожи на наши ледники, правда, чуть поменьше, но места красивые. И мне что интересно стало, мы едем, и вот эти садовые насаждения, яблок очень много. Вот как у нас на родине занимаются, точно так же населенные пункты Астамрей, Анзорей, вот все, как вот здесь и было, они занимаются по многому животноводством и садоводством. Вот это было очень интересно. В ходе бесед, встреч, как вы считаете, наши соплеменники, которые в воле и судьбе оказались там, в Турции, они не выражали желание вернуться на историческую родину, чтобы здесь у нас начать все сначала? Этот вопрос всегда актуальный. Вернуться на родину, конечно, мечта каждого препатрианта. И в данный момент, когда человек должен начинать с нуля, этот вопрос, естественно, сейчас он опять возникает, в связи с тем, что если надо заново все начинать, то лучше, конечно, вернуться на родину и начинать заново строиться. Точно так же, как и в Сирии, когда была война, очень многие хотели вернуться. И точно так же и сейчас. И просят двойное гражданство, чтобы они имели. Я еще был приятно, очень удивлен тем, что мы, когда все эти населенные пункты объезжали, практически все разговаривают на родном языке. Правда, молодежь, как и везде сейчас, в связи с тем, что и интернет, и глобализация, начинают терять язык. Но старшие поколения полностью разговаривают на родном языке. 14 марта адыги всего мира отмечают День черкесского языка и письменности. Обычно к этой дате приурочены разные мероприятия и акции. Как в этом году прошел этот день у нас в республике и вообще в соседних регионах? Международная черкесская ассоциация утвердила 14 марта ежегодно отмечать День черкесского языка и письменности. В нашей республике с 2005 года он является официальным днем. И каждый год в нашей республике проводят во всех общеобразовательных школах республики, где учатся черкесы, проводят мероприятия, направленные на сохранение языка и письменности. А также конкурсы, например, СИП за СИП со СИДУНЕ и еще разные названия. Все это делается для того, чтобы дети в каждом классе проходили, например, конкурс чтецов или песни пели, театрализованные постановки. Каждый год что-то разное, но все это сделано для того, чтобы популяризировать наш язык, чтобы язык сохранялся. Сейчас проблема сохранения родных языков. Я думаю, у каждого народа есть эта проблема. И мы, общественные организации республики, Абазинские, Карачаевские, Ногайские, мы совместно уже несколько лет занимаемся этой проблемой. А также мы каждый год проводим под эгидой Международной Черкесской Ассоциации тотальный диктант по всему миру. Его можно писать и онлайн, и оффлайн для того, чтобы посмотреть, как спустя сколько-то лет после школы ты умеешь писать на родном языке. И очень отрадно, что очень многие взрослые приходят, по желанию пишут, и с большим удивлением, что кто-то отстал, кто-то лучше начал писать. Но делают выводы и начинают стараться больше изучать родной язык. Али Фуадович, было очень интересно с вами беседовать. Наверняка и нашим зрителям тоже понравится все то, о чем мы сегодня говорили. До новых встреч! Это яркий и удивительный мир. Сюда стекаются события. Тут важно умение быстро реагировать на все, умение распознавать самое главное, умение расставлять акценты, умение отличать важное от второстепенного. Телевидение сегодня является интерактивным, и каждый зритель выбирает свой контент. Прекрасные горы и реки. Субтитры создавал DimaTorzok